Мы находимся на стенде компании LG, где они показывают свои OLED-телевизоры. И то, что я сейчас увидел, меня реально впечатляет, потому что... Но ты просто идешь издалека, видишь крутую картинку, подходишь, интересуешься, что же здесь все-таки происходит. Это единственный изогнутый телевизор в линейке LG, но насколько он крутой, это, конечно, невероятно. Смотрите, какой черный цвет, о черном мы еще поговорим, но уже здесь видно, что это очень круто. Телевизор супер тонкий, здесь где-то полсантиметра толщины в самом тонком месте, это реально очень круто. И рамки здесь, ну все, как я люблю, просто супер минимальные. Остается только аплодировать, просто бомба. Это просто супер-супер премиальный продукт. Им не жалко было сделать вот такую вот стену из цветов, чтобы показать, насколько этот телевизор может круто показывать изображение. Ну, вы видите разницу между реальными цветами и теми, которые показывают OLED-телевизоры. Здесь все очень ярко, цвета супер насыщенные. И на самом деле такой, повесите себя в гостиной, это очень круто. Телек, ну вообще супер премиальный, здесь даже пульт супер премиальный, смотрите, как он выглядит. Это пульт Magic Remote. Он вот так работает. Ну, вы все знаете, это LG-шная фишка такая, что эти пульты так работают. Но здесь он еще и выглядит, знаете, так очень-очень солидно. Если вам такой не нравится, можете пользоваться таким. Он вообще маленький, но тоже прикольный. Еще один телевизор, 55-дюймовый телек серии B. И это телек, который очень похож на тот, который был в самом начале, то есть изогнутый. А это как бы его не изогнутый вариант. Тоже очень крутой, вы видите, как он круто показывает. Супер насыщенные цвета, супер черный цвет. Ну блин, мне уже надоело это, честно говоря, мне повторять. Но это реально офигительно. Вообще, если вы не помните, то OLED это технология органических светодиодов, которая дает срок службы телевизору чуть ли не 30 тысяч часов. Это реально много. Телевизора хватает на 10 лет. И ходят слухи о том, что это недолговечная технология, все это фигня. На самом деле, это очень круто работает, это очень круто показывает. И если вы не верите, я вам сейчас покажу разницу между LCD-телевизором и OLED-телевизором. И вы поймете. Сейчас вы видите наглядную демонстрацию разницы изображений между LCD-телевизором и OLED-телевизором. И больше всего в глаза бросается черный цвет, да. Смотрите, справа OLED и черного цвета практически не видно в этой черной комнате. Слева LCD-телевизор и черный цвет синит. Это сразу видно. Вот прямо сейчас вы это можете видеть. Это реально крутая штука. Оба телевизора поддерживают изображение в режиме HDR. И вы видите, какая разница. Сейчас вы видите именно изображение на OLED-телевизоре. И кто-то скажет, что такого контента сейчас нет. На самом деле он уже появляется. Например, LG с онлайн кинотеатром Мегаго делают такую акцию, что фильмы в HDR уже в скором времени будут заходить. И первые около 10 фильмов будут доступны именно на телевизорах LG. А потом уже на всяких остальных платформах. Я нахожусь в демо-зоне, которая имитирует пикник. Я реально на пикнике. И почему вообще все эти декорации? К тому, что смотрите, здесь стоит проектор, который называется LG PF1000U. И фишка этого проектора в том, что он максимально мощный и компактный. То есть, смотрите, расстояние от стены у него может быть около 37 сантиметров. И уже на этом расстоянии он показывает экран в 100 дюймов. То есть, неплохая диагональ, да? Яркость проектора 1000 люминов. И фишка какая? То есть, вы берете с собой его, например, на природу, на дачу, ставите на экран и можете с друзьями там отдыхать. Смотрите, фишка в том, что вы можете прямо с телефона выводить на него изображение и звук. И по беспроводу смотреть фильмы, там какие-то клипы, ну и что угодно, любая контентность. Динамики в нем есть, но если вам их не хватает, потому что они, естественно, не такие крутые, чтобы прямо уже на природе смотреть что-то, вы можете просто подключить по блютусу к стереосистеме какой-то, либо просто к блютус-колонке. И, ну, здесь они решили вообще по мощному сделать. Подключили вот к такой штуковине, и она лобает по полной программе. Здесь вся выставка слышит эти фильмы и проекты. В общем, как видите, у LG все с телевизорами хорошо. Вы видите разницу между LCD и OLED. Вы видите, как круто они показывают, какое крутое изображение. Но мы пошли смотреть дальше. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok